это лица русского дома я юрий васильев здравствуйте привет вадим павлович привет дорогой но не буду скрывать что мы знакомы до довольно давно и опять таки не буду сказать что из всех перечисленных серии до лица русского дома русских домов я наиболее знаком именно с русским домом в ереване неоднократно там бывал по совершенно разным проект позитивные впечатления более чем но времена сейчас у нас немножечко не позитивные да вот в отношениях россии и армении и вот хотелось бы привести узнать как меняется с этим русский дом если что-то в нем меняется что надо учитывать среди с нынешней ситуации и что можно сделать на уровне русского дома чтобы есть не поменять то ситуацию то хотел приложить к этому усилия как один знакомый политолог который к нам время от времени приезжает выступает он называет но есть же затыки затыки он называет российско-армянских отношениях но по тому как вы это как ты это говоришь наверное тоже не затыки но но при всем при том я могу сказать что на нашем то треке гуманитарно мало что поменялось то есть мы общаемся достаточно позитивно с министерством образования науки культуры спорта республики армения мы привозим книги мы общаемся со средствами массовой информации мы очень дружим со многими школами с вузами проводим совместные мероприятия и надо сказать что тот же ереванский госуниверситет другие вузы ереванские и не только ереванские они довольно охотно с нами сотрудничают мы проводим там и тотальные диктанты и бог знает что там и что где когда и квн и и они участвуют в каких-то наших волонтерских мероприятиях ну то есть здесь от затыков на этом гуманитарном треке все-таки не это не ощущается скажем так вот я понимаю черный фон такой да в российско-армянских они получаются до что вы получается что вот тут квн вот уж они когда тут книжки и вот какой-то ну может быть я даже обратно это первое время чумы а то что и сейчас российско-армянские отношения не чума на очень похожи все-таки по крайне по информационному фону складывается ну это где первое время чумы это где черный фон ведь на уровне официальном мы партнеры и наши у нас партнерские отношения мы союзники россии и армении то есть до информационный фон очень очень плохой скажем прямо вот но я бы не стал поспать голову пеплом уж настолько я говорю о том что например мы в предыдущем году поставили порядка девяносто двух тысяч книг и учебников в школы совершенно бесплатно в школы в школы армении причем это не просто вот на те кушайте то что я вам дал да это книги учебники которые у нас просили течение последних там года-двух я каждый раз брал на заметку эти списки и мы привезли совместно с русской гуманитарной миссией сергеем шевчаком директором нашим партнером хорошим другом привезли все эти книги и значит течение двух недель развозили по школам армянским то что то что преподаватели директора школ были довольны это мало сказать да были счастливы просто а что просили вот списки да вот год-два чё просили чуха а известные учебники и по математике и по физике и по и значит и по остальным предметам конкретное издание конкретных авторов опробированных которые еще там скажем так советских времен они себя зарекомендовали эти эти книги и просили учебники мы их при девяносто две тысячи книг представляете да вот много чего делается мы отвозим приводят смысле отбираем не отбираем а как как это лучше сказать делаем такие кратковременные экскурсии в россию 15 армянских детей они в школе физтех в долгопрудном крутейшей школы имени академика лауреата нобелевской кремии петра капицы лицеи вот они значит то восхищаются вот насколько я знаю по их по их вот этому обратной связи которые мы получаем по чатам который мы с ними с которыми на с ними находимся вот они просто учат чем там удивительно там один у нас футболист затесался до мальчик из города ванадзор город который находится в приграничье там такая тяжелая гуманитарная ситуация вы знаете там было наводнение и много чего до этого включая и обстрелы и прочее вот мальчик который зарекомендовал себя очень хорошо во время нашего футбольного турнира для детей армянского приграничья на приз такого очень известного в армении этнического русского романа березовского он 20 лет был голкипером национальной сборной армении его дети буквально облепляют когда видят автографы берут вот и у нас в этом турнире кстати говоря отыграла 1200 детей в прошлом году 113 команд 113 команд 1200 детей отыграли в этом турнире и вот этот мальчик финале он себя очень хорошо проявил и мы так единогласны как-то и национальная федерация футбола армении с которой мы в этом турнире сотрудничаем и благодаря им так это у нас очень достаточно гладко все протекает и масштабно вот мы единогласно как-то этого мальчика отправить а почему на физику а потому что знаете как мы ломаем 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 устоявшиеся схемы что футболисты тупые это не они не тупые они умные мальчики я говорю об чем не может поехать вот значит физтех посмотреть как это круто да что россия это ведь не только там балет чего-то там еще до россии это россия фунда россия страна фундаментальной науки сохранившийся ну кстати говоря ведь армения тоже страна фундаментальной науки у нас в сорок третьем году в страшном сорок третьем году что сделал советский союз что сделала москва кремль до который сейчас ну так по лощут в средствах массовой информации армении во многих до что сделали отправили академика орбели строить строить национальную академию наук армении армянской ссср сорок третьем году вот это один из тех примеров что и когда-то давно и сейчас есть есть ведь есть политика да есть политика есть серьезные лица первые лица государства которые на своем уровне общаются а есть общественные идеи общественные проекты общественной дипломатии да на этом уровне по ему пока все неплохо я так скажу неплохо а в каких-то в каких-то нишах и очень хорошо поэтому я вот возвращаясь с хочу сказать что не стоит уж прямо посылать посыпать голову пеплом и говорить о том что мы прямо совсем все такое черное черное нет есть светлые светлые пятна но слово пока я зафиксирую я понимаю да ну дипломат русский дом поведай пожалуйста напомню когда у нас русский дом появится чуть не 90 лет назад а 15 дерева не ровно 15 лет назад в марте было ровно 15 лет с того момента как сергей викторович лавров министра иностранных дела россии значит торжественно открывал ереване российский центр науки и культуры которые мы сейчас называем русский дом до соц сетях ну для простоты русский дом вот представительство россотрудничество другими словами да если совсем официально говорить и вот 15 лет я могу сказать что когда я три года назад прибыл на место на место службы ну я могу сказать что может быть это звучит странновато но первое что меня озаботил это локация где находится рцнк русский центр находится он находился в центре но в центре но о нем никто не знал ну мало кто знал вроде как центра вроде не центр а вот тут какой-то значит маленький театрик тут рядом армянское фсо что странно да так забор к забору что служила поводом для всяких глупых шуток только его слушает и так далее на самом деле всегда все и всех шуток да 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 вот не первое я заботился этим и мы достаточно в короткий период времени для в короткий для бюрократический для бюрократической структуры все-таки ну государственной структуры так прямо совсем короткие сроки мы переехали очень славное место на проспекте баграмяна рядом с памятником как я считаю святому армянину ивану христофоровичу баграмяну маршалу советскому советского союза в здание бывшего британского посольства вот где мы сейчас находимся и вот у нас был день открытых дверей здание может быть не очень большой там трехэтажная да ну такой особняк вот но одна момента на дне открытых дверей у нас посетило порядка 900 человек и детей взрослых наших партнеров и директора школы учителя русисты и предметники и дети которые по я съездили по нашим программам в россию новое поколение президентская программа руссотрудничества здравствуй россия то есть вот мы с удовольствием всех приняли всем было надо сказать не скучно дети все поели мороженого ну то есть фиксируем что эти 900 человек это отнюдь не зашедшие с улицы это уже либо принимающие участие в программах либо готовящиеся либо опять таки просто интересную просто вот интересующиеся россии хотя опять поправьте если ошибаюсь для а бывшей республики советского союза любой да вот когда мы говорим вот интерес к россии это все-таки несколько во первых не то что интерес к россии допустим вот где-то ну допустим тунис да вот я просто вот коллег по серии говорю вот тунис вот допустим в чили да это совсем другой интерес россии он скажем так более фундированный он более опять таки базируется хотя бы на русском языке как в том у того же ванецкого вы интеллигентный человек вы знаете но ты многие все таки знают русский язык ну и опять таки все таки какие-то меркантильные желания от россии да они более ярко выражены да я даже не имею ввиду диаспору а просто того что это когда-то это была единая страна и соответственно в каких-то вещах вот этот отблеск остается на российско-армянских отношениях вообще и на гуманитарных контактах в частности если вот много ли осталось специфики единой страны вот именно в гуманитарной сфере у нас ведь несмотря на то что советский союз давным-давно советского союза нет где было изучение русского языка обязательным да ведь и нас вот этот инструмент инструмент вы сказали меркантильный инструмент не только для того что прочитать и там это уже причем языцах там условного достоевского до в оригинале а ведь это инструмента для зарабатывания на кусок хлеба безусловно да и ведь а ты приезжаешь в какое-нибудь село там далекое далекое село и приходишь в школу и дети великолепно говорят на русском языке без малейшего акцента а что это означает вот я вспомнил сейчас ванадзор был недавно отвозили гуманитарную помощь значит по вот этим селом стоящих непосредственно границы в которых так или иначе происходит какие-то там чрезвычайные происшествия время от времени скажем так вот отвозить игрушки детским отвозили новые детские закупили детскими игрушками нам помогли наши партнеры дерева не с одностроительная компания вот отвозили и дети ведь великолепно говорят о на русском языке без акцента я сейчас не утрирую не не преувеличиваю а что это означает это означает что в этой школе педагогический коллектив родительский комитет родительский комитет значит их их родственники они все живут либо в новосибирске либо в омске то либо в москве и они будущее своих детей они они проецируют не на лондон париж они на значит глиндейл лос-анджелесе да где живет там большая армянская диаспора и не не на ливан и не на париж где тоже и большие армянский диаспора а именно в россию значит думают о том что ребенок ребенок будет учиться будет жить зарабатывать себе на кусок хлеба именно в российской федерации и ведь это не препятствие тогда если есть такой интерес и вот эти пресловутые три часа в неделю выделяемые на изучение русского не обязательно изучение русского языка в армянской школе в обычной армянской школе три часа в неделю находятся и учебники находятся и дополнительные какие-то часы и преподаватели и репетиторы поэтому вот есть желание значит и вот этот инструмент он по-прежнему работает и так ну у меня нет прямо такой статистики но я думаю что на большей части территории армении это вот такая ситуация все-таки могу сказать почему у вас нет статистики потому что у вас какой-то поезжали в любом русском доме на постсоветском пространстве задача даже несколько обратная от других русских домов там нужно привлекать к россии показывать какая россия хорошая заманивать тем что россия может тебе положить на кусок хлеба здесь же скорее надо ограничивать потому что да вот поток и поток большой и уж точно но есть не ограничивать то понимать что во многом жители армении граждане армении натурализуясь живя работой в россии делают это скажем так вовсе не нуждаясь грантах от российской федерации но тут еще есть моменты которые в котором надо обязательно упомянуть ведь экономика республики армения она ну процентов там давайте скажем так на 60 от 60 до 80 на более половины но 60-80 процентов это это сара российские деньги до российские инвестиции российские предприятия начиная от газпром армения юг эжедэ где корпоративный язык русский русский язык мельников генеральный директор юг эжедэ молодец там ведь там они активно значит сотрудничают грузинская дорога до железная и вот там как-то настаивали а давайте вот нам на английский перейдем вот это все нет значит он настоял и так и остается вот на южном кавказе корпоративный язык у железнодорожников русский вот есть где работать есть большие молибденовый комбинат да есть там редкоземельные какие-то металлы серебро и прочее прочее там везде русский язык русский язык корпоративный язык в тех предприятиях где можно в принципе тоже значит зарабатывать деньги и на чем на чем на чем стоит такая экономика армении вот и все поэтому здесь здесь и ведь это тоже нужно здесь важный момент ну с одной стороны получается вам легче с другой стороны получается вам сложнее как говорится предложить какой-то да вот свой ну будем говорить так продукт да которые что называется соответствует да интересам россии но россия для них ну хорошо в россии и так россии зачем нам идти в русский дом потому что мы и так знаем русский язык захотим прочитать достоевского мы так прочитаем достоевского а кокошники там допустим русская песня надежды бабкина который где-то работают как нормальный механизм нашей мягкой силы в том же тунисе вот допустим но здесь как бы ну такой роли не играю вот здесь что мы можем дать юрий михалыч ты сейчас утрируешь потому что мы специально конечно я понимаю да заход такой заходится ведь мы не то что кого-то заставляем во-первых армяне не те люди у них культурные люди а курты культурные коды совсем другие никого там там не силком никуда не затащишь если мы это не интересно никак жизнь не придет туда куда его там зазывают ведь мы работаем не абы с кем да мы работаем с профессиональным сообществом а это что такое это преподаватели русского языка и литературы это предметники ведущие физику химию математику значит остальные предметы на русском языке кстати уходящие уходящее поколение и на смену им дефицит дефицит преподавателей молодых преподавающим мы говорим о ванадзоре а ванадзоре где прекрасно русский язык то есть это еще старый советский учитель старые советские запасы до человеческого капитала все таки конечно человеческого капитала почему мы проводя проводя национальный конкурс учителей русского языка прошлом году мы его переформатировали запустили голосование народное голосование в соцсетях а в этом году вот я подумал о том что конечно надо поддержать и этих святых людей которые преподают географию на русском языке до 70-летняя тетушка я ведь в школу езжу приезжаю знаю о чем значит идет речь и уже 10 лет на пенсии пора бы конечно да но она все еще значит тянет вот эту лямку мы сделали и конкурс национальный для препод для учителей предметников вот русского языка и там будет хорошие призы и нам наши партнеры помогают и мы обязательно порядке победителей отправляем в россию там совместно с институтом пушкина тоже нашим партнером хорошим и добрым партнером на стажировку в россию и просто какие-то экскурсии познавательные там зимний петербург там да там замечательные экскурсии которые мы организуем вот поэтому работа с профессиональным сообществом она а вы приезжайте к нам в гости посмотрите с каким удовольствием у нас по 100 120 человек собираются значит в наших ну либо на нашей площадке либо мы там арендуем и у нас вот на методическую школу приезжают со всей армении приезжают армении преподаватели русского языка школу да они приезжают для того чтобы набраться знаний повысить свои качества поэтому них там в условном банадзоре до окружение понятно языковое окружение армянская да то есть а вот она сид своей школе да и нужно с кем-то общаться но общение как такого нет вот она приезжает а вот для нее как глоток воздуха она и с коллегами пообщается из других городов и сел и плюс преподает преподавателя мы привозим замечательных совершенно преподавателей из москвы в том числе там ну звезд российской лингвистики нам приезжает хамраева то же самое да вот она у нас будет читать цикл лекции в капане всю неки в приграничном все неки она будет читать цикл лекции там значит по русскому языку по новым инновациям преподавания русского языка значит как иностранного такая школа до для окружающих все на счет ваш села который значит вот в этом секторе сосредоточены там в этой части армении приграничной вот ну то есть работаем двигаемся движение жизни то есть в данном случае фиксируем опять-таки нам нужно да вот и вы этим занимаетесь тем чтобы в армении говорили по-русски учились по-русски преподавали по-русски потому что как говорил известный человек да вот и поле битвы выигрывается за школьной партой вот но опять-таки я вынужден вернуться к тому что битва если она есть такая да вот опять-таки чуть-чуть утрирую до битва за ум и настроение правящего в армении политического класса потому что да мы прекрасно знали да куда более лучшие времена в отношениях россии и армении давайте так будем говорить вот и все-таки да вот нынешняя да возможно это пока как вы говорите возможно это какая-то такая тучка на российско-армянском небосклоне возможно это грозовой фронт но свое время когда вот после 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 пред уже последней войны 44-дневной да я оказался на одном из митингов до который был который проводил никол пашинян это было вот когда он снимал всяких функционеров генштаб когда он выказывал претензии российским эскандерам бог как это давно было вот тогда был замечательный крутой алика эскандаряна в институте это один из ведущих и соответственно там шла речь в том числе российские институты шла речь о том что армя армении следует вот после тех событий до 44-дневной войны понять прежде всего что он нация что страна хочет от самой себя и только тогда союзник самый большой союзник который и тогда да и сейчас я является российской федерации может понять чем он может помочь вот сейчас да вот эта туча есть вот этот надеюсь не грозовой фронте но все-таки видите ли вы понимание в стране на гуманитарном уровне чем мы можем и даже при улучшении отношения может быть даже обязаны помочь это сложный вопрос он совсем не черно-белый ответ него может быть ведь и мы любую семью большую возьмем как веревание так и в любом другом городе если у него там есть и сын матом юный сын да и дочка то сын учится в москве а дочка то в париже или в лос-анджелесе или или в нью-йорке вот а здесь можно шутить сколько угодно о том что армяне и там не кладут яйца в одну корзину но ведь это ведь здесь и смешного или точнее веселого там алла это во-первых имеет а во-вторых не нашли дельно ну такая история у этого народа до замечательного что ведь это тоже как и русские до самый один из самых разделенных народов народов нас на свете в это вот эти огромные диаспоры но они не от хорошей жизни ведь там мы сейчас вспомним и про геноцид и про все остальное да не от хорошей жизни что называется так образовалась вот и соответственно и влияние на тех кто живет живет непосредственно в армении да на родине да на родине своей ведь влияние идет со всех сторон вот я утром бегаю по парку да ну ладно не бегаю хожу скажем так спортивный спорт спортивной ходьбой вот уже года и да 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 и там в 6 30 утра как я понимаю видимо с учетом времени одна и та же тетушка вот она она тоже ходит но так не очень не так быстро как я и вот она ты 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 значит общается по телефону выясняет начаться своим у своих детей как они там чего и так далее вот как и что там с ними происходит общение идет постоянно с армянской диаспорой в штатах которая окружена окружена понятно каким информационным там фоном да какой фон там во франции какой информационный фон по поводу россии да вот и это все все это такое все это стекается значит на вот эту небольшую 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 трехмиллионную родину да вот и там мозг-то вскипает мозг вскипает а где же правда а у кого правда и вот поэтому здесь ответа очевидного нет очевидного нет а я я просто за то чтобы знать как фильм они сражались за ровно родину помнить там украинец был пётр петя вот я щи наварил значит а а сейчас я а я отвечаю за свой окопчик вот я знаете я отвечаю за свой окопчик зарос сотрудничество в армении поэтому если я буду задумываться о том что и все пропало там какой черный информационный фон сколько грязи на нас выливается значит и в телеграм-каналах и фейсбуке и даже от людей которые ездили по нашим программам приходили к нам там играли на турбе какой-то одна там музыкантка есть да там значит выступали на наших концертах не применяли раньше вот а сейчас на счета идет такой полив ну если я буду на это все обращать внимание руки опустятся а я не люблю когда руки опустятся и занимался боксом настроение ручил чтобы значит ручки должны быть всегда высоко в стойке конечно да поэтому поэтому не стоит обращать на это внимание надо работать и мы отвечаем как его тот украинец замечательный пётр да вот это петь а я не помню кто его играл помните там шукшин к нему подходит в фильме да готю что это здесь а где же это а где же будет я отвечаю за свой окопчик вот нет это это абсолютно правильно в окопчике у нас а кстати журналисты остались наши добрые коллеги я почему спрашиваю я с удовольствием и неоднократно приезжал в русский дом читать вот скажем так для российско-армянского университета тех ребят которые в журналистике это не совсем как говорится вот ура ура наша замечательная да вот полностью пророссийское да учебное заведение отнюдь нет но тем не менее эти люди имеют интерес к россии эти люди имеют интерес к писанине по-русски и прочее это сохранилось а если сохранилось то может быть еще и приумножилось а вот вы приезжайте мы мы в осенью собираемся проводить ринг политический ринг дебаты политический ринг между студентами российско-армянского университета и американского университета который находится кстати говоря рядом с нашим офисом на проспекте багромяна да вот маршал багромян памятник мы его тут же американский университет огромное следует огромное огромное здание с антеннами а вот мы мы собираемся а вы а вы приезжайте к нам в качестве модератора а с удовольствием модератора да и вот вы сами увидите а вот как изменяется настроение вот эти мы здесь пока я не приехал не увидел выроска маски в москве живем и привыкли как-то там схематично воспринимать ну армении не совсем ближний восток но все же армения армяне культурные коды во многом схожи нынешние территории армении находится исторически на тех территориях где постоянно была битва между османским османской империи персидским шахиншах стом да вот эти культурные коды восточные они все-таки не могут не могли не остаться не оставь не оставить своего следа да поэтому если мы думаем о том что вот этот мир армянский он такой застывший и не меняющиеся то это совсем не так он меняется не то что днями то месяцами умеется ежесекундно поэтому сказать какие настроения там ну давайте вспомним вот я спрашивал а вы выходили значит ну нам на поддержку поди в поддержку россии когда значит вот девятом году в девятом восьмом году с хинвали да вот убивали наш миротворцев ну там студенты российско-армянского университета выходили тогда ну как-то выразить свою поддержку поддержку российской федерации не не выходили а вот и ну и начиная перечислять не отчет ни разу никуда никогда не выходили а во времена бархатной революции да так называемый бархатной революции значит вместе с силами сороса выходили это имеется электрическая революция выходили некоторые выходили скажем так это известно вот а почему тогда вот она с другой стороны вот мы привозили мы привозили фото выставку прекрасного замечательного талантливый талантливейшего значит дениса грегорюка это украинец модный украинский фотограф был украинский сейчас российский поскольку живет он городе донецк вот его значит донбасс что было и что есть да вот мы привозили выставку и открытие делали в российско-армянском университете и вы знаете во первых было много народу выставка висела там значит две две или там три недели давно я просто по по книге отзывов посмотрел очень хорошие отзывы прямо замечательные и был большой интерес и на открытии кстати я увидел там армянина который моду юный парень не ходил и у него слезы текли и я думаю что так прямо растрогался как-то не похоже оказывается он он родом оттуда до из донецка приехал учиться и девочка там тоже есть который из донецка учится значит российско-армянском университете поэтому знаете как вот а вот это антироссийско-армянский университет или это такой прямо совсем ровно российского университета нет ну вот это 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 по-разному очень мы знаем замечательную нашу марину васильеву аликян до марина васильеву завкафедра и журналистики российско-армянского университета ну и вообще многие кафедры где ну слова антироссийской ну никак ты там не не ложится могут побить за это слово могут побить глазки выцарапать поэтому поэтому и там замечательный телеграм-канал да там замечательные есть учатся дети есть преподаватели замечательные у нас очень хорошие дружеские отношения с восточным а факультетом факультетом восточных языков институтом востоковедения российско армянского университета с директором гарником серобовичем асатряном с которым мы совместно мы проводим кстати говоря единственный в мире конкурс научного арминоведения на русском языке на имени академика марра был такой значит советские времена знаменитый лингвист которого ругал в старин и который выжил при этом который выжил при этом сталина именно по поводу мара в языкознании понимал толк вот если вспомнить песню по языкознании познавший толк до знаменитая песня вот имени как академик амар вот мы сделаем с ними такой конкурс кстати говоря про интерес к нашим проектам вот у меня сегодня кто-то из моих коллег спросила каков интерес вот к красот к этому конкурсу научное арминоведение или армянистика да ну и же словистика есть изучение славянского мира русского мира да вот есть научное изучение армянского мира ну вот у нашей публикации в наших двух соцсетях 197 тысяч просмотров лайков просмотров реакции так далее для небольшой страны я думаю замечательный результат я не собираюсь тут скромничать и да если мы делаем что-то хорошо мы делаем хорошо и интересно и самое главное полезно нет это действительно прекрасный результат я ведь и при этом мы должны понимать что это не только в пределах небольшой страны это еще и те самые диаспорт тот тот самый международный конкурс да вот нас на самом деле что еще вот где еще можно было бы опять таки но представьте что если бы я был султан да вот и у меня было бы как говорить какое-то количество денег вы бы куда внашили садик построил детский фиолетово в единственном оставшим оставшимся такой полностью русском этническом селе это что за село где это село значит их предков начале девятнадцатого века значит выслали молокан молока не до молока не но в общем люди которые ну они христиане ну не совсем христиане скажем так не придерживается наших канонов ближе к пресвятерианству протестантские какие-то да вот да говорят молока не от того что от того что они в пост могут пить молоко и у них нет церквей как таковых без поповцы да без поповцы да вот одно и было много сел вокруг сивана осталось одно этническое село и там нет детского садика и вот перед тем как прийти тебе сюда в студию я как раз разговаривал с нашим коллегой сергеем шевчуком русской гуманитарной миссии директора с которым мы упоминавшимся сегодня да да с которыми много чего делаем хорошего участвовать и говоря в августе у нас не в августе в июне для для детей из нагорного карабаха мы полностью сняли детский пионерский и бывший пионерский детский лагерь и для них при провели вот такую языковую смену за наш счет вот полностью смену 24 дня вот вместе с рг мы делали так вот сергеем разговаривали как раз ну на таком финальном этапе пред 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 проект на точнее проектная подготовка она уже прошла ну привет финал для того чтобы туда зашел бульдозер вот то есть проект на смертную документацию она готова да сейчас речь идет о там такие бюрократические моменты и вот мы надеемся что в октябре она уже бульдозер приедет начнет рыть пресловутый котлован я просто ну вот я мечтаю чтобы там появился садик потому что у них семьи где семь восемь детей а сколько там вообще человеков а там 1500 человек у них очень большие семьи и проблема развития этого села и для того чтобы они сохранились надо чтобы можно было но уже по-современному как-то где-то вот этих 3 4 пятилетних детей оставлять они тащить собой в поле потому что значит ну деревню фиолетово малаканскую силов и алетова знают во всей армении ну сразу ассоциации самая вкусная капуста соленая самая вкусная огурцы соленый и не только там самая вкусная картошка и прочее 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 значит но это замечательное место во первых потрясающе красивая да там их предки которые выбрали может быть вот это место ну или как там так получилось ну у них был вкус хорошему фону там действительно очень красивый фон в этом фиолетово фиксируем да вы спросили что еще вот за что душа болит вот меня душа болит за садик окей но это как говорится вполне ближайший бульдозер и и уже как говорится он виден скажем так дай бог давайте следующий что еще не видно вот как говорится вот вы султан у вас куча денег куча денег русская школа русская где вы бы не помешало это не обязательно строить и ведь и многие школы когда-то разговариваешь с с директорами школ ну даже берем на окраине еревана или или вами на крайне или ванна огромные школы там на на там не знаю на 2000 человек учатся там сто двести детей это вот если вы сделали русскую школу к нам и поехали нужно необходимо надо но по закону республики армении преподавание ведется только на русском языке и по стандартам минобра армении на армянском да только на только народа из них только на армянском языке поэтому но в противоречии конституции и закона об образовании закона о языке мы это сделать в чистую не можем поэтому есть школы русские действительно их семь штук семь школ это принадлежат они там препода и ведется преподавание на понятно посольская школа но это в школы которые относятся к пограничным войскам российской федерации и минобороны поскольку у нас 102 военная база в гюмри вот собственно и все ну вот если бы я был как вы говорите значит могущественным человеком я бы как-то ну как-то что-то бы придумал что появились там ну две три четыре пять русских школ где можно было бы значит ну детям приходить учиться не они не не то чтобы там как-то значит в одной из школ мне сказали о том что ведь из исхищ и защищаются учителя и как бы неофициально ведется ну не три часа часы а там 30 часов вот когда это нужно но чтобы это все было более упорядочено вот так ну хорошо а если это не образовательный проект если это не детсадик если это из культурных проектов вот что необходимо как говорится может быть какой-то большой приезд может какой-то большой аркет может какой-то большой не смысле гапт а большой какой-то театр кого надо залучить чтобы возможно если не еще дальше продвинуть да вот под этим облачком подойдет очень наши именно гуманитарные отношения но по крайней мере дать хороший как говорится положительный пендерь да я или все или или всего или в этом всего хватает и как говорится она все и и как говорится и по вашей линии хорошо слушайте я сейчас неловко будет говорить о том что у нас очень-очень скромное финансирование я знаю я знаю будет не так я вот поэтому говорю третий вопрос из серии султан три жила вот вот три желания ну конечно финансирование которое было бы ну ладно несравнимая связь среди и прочими прочими международными фондами которые присутствуют и плотно работают с начала 90-х годов и ведь они там не дураки они ведь тоже заходите через школы через образование через вузы через студентов я могу сказать один из проектов в наших вот этих бывших партнеров да не партнеров они привозили токи и тик токеров армянских привезли в штат на экскурсию и возили по низким городам размещали их в лучших гостиницах этих городов и мальчики вот эти девочки 15-летний и в каждой комнате каждого поселившегося юного армянина висела картина с араратом с горой арарат то есть вот это тонкая такая изощренность тут конечно умеют люди работать что называется нам бы хотелось ну хотя бы какое-то финансирование сравнимое с теми бюджетами которые есть у этих вот наших бывших партнеров да я даже не знаю надо ли это вообще говорить нет почему в при вот с точки зрения того что на эти деньги можно сделать кроме понятно детсад понятно школа понятно если я был султан третье желание на что были бы деньги чтобы сделал вот я чем вот но уже в культурной сфере да в культурной сфере ну к примеру да ну в культу хорошо в культурной сфере театры любят армяне очень любят театры ты когда сидишь в театре и пауза слышит такой шелест значит зрители шелест губ значит ну вот что-то такое произносят то есть настолько любят действительно театр вообще очень театральные талантливые люди я это сейчас говорю со знанием дела поскольку приезжаешь в любую школу самый какой-то отдаленный уголок там обязательно какое-то театрализованное небольшое представление дети показывают очень талантливые люди может быть еще больше общения чтобы ездили наши театры приезжали в армению до чтобы к нам приезжали ну не только коммерческие там певцы ну какие-то да даже приезжают пусть приют комедий клап армянский ну пусть приедет квн армянский которые живут москве ну пусть приедут московские армяне выступят скажу свое мнение по поводу того же сло специальной военной операции ну почему где они где а их нет а их нету а приезжают а приезжают разные значит и на агенты да я пруд пруде макаревич и прочее которые естественно сами понимаете чего там несут со сцены ну а где а где наша поддержка вот вот это вот вы меня спасили я училась хорошо я откровенно скажу где где наши значит наши звезды которые одна которой арене где шаман ну где вот они все но не приезжают вот упомянул ты и на агентов вот а и тут же вспомнил что ереван то у нас как говорится . вот этих самых релокантов как таковых практически одна из их столиц да вот тех кто выбрал противоположную сторону верхнего ларса и часто ли возникает водоколизия да ну понятно что они граждане россии понятно что они тоже могут как говорится пользоваться услугами русского дома и прочее но при этом видно что вражина или не ходят или чего или вообще как-то с ними работать надо как думаешь то наверно не трудно предположить какие какое у меня отношения 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 учитывая то что я 14 15 год провел в донбассе в том числе работая медбратом на скорой помощи и в горловке и при фронтовом районе петровский шведком и лично до помога да значит она возили ежедневно тогда раненых гражданских лиц практически в ежедневном режиме у пострадавших от снарядов в ссу понятно мое отношение но в то же время я федеральный государственный служащий работаю в агентстве в котором на котором ведь не уточняется там написано по делам соотечественников и живущих за рубежом там не написано что по делам а путинистов анти путинистов заслужников противослужников уже не знаю какое здесь слово изобрести мы работаем соотечественниками поэтому наш дом открыт у нас долгое время вот недавно только прекратилось это почти полтора года котов или котина девятикратный чемпион москвы по акробатике преподавал и очень были популярные курсы акробатику с утра до вечера у нас был зал зал в в цокольном помещении зал который с утра до вечера был значит был забил забит и детьми и взрослые приходили туда обители батуты да ну там да там акробатика гимнастика что-то такое вот в мае в мае в мае в этом году это все дело закончилось он сказал что все он заканчивает почему потому что люди разъехались он сказал я уже не уточнял куда они разъехались ну понятно что кто-то вернулся в россию поскольку стала жить неудобно и понятно стало что это в общем не здесь нет манны небесной да не она не сыпется нет кисельных берегов в армении вот может быть кто-то вдруг куда-то дальше уехал я не знаю у нас нет такой статистики ну по-моему судя по тому что ты в выходной день если год назад или полтора года назад ты стоял на пешеходном переходе и вокруг тебя значит но большинство людей это были юноши бледные со взором горящим таким с морковным соком с зелеными волосами на бы на ночь на этих скейтах с морковным соком вместо крови вот а сейчас их нет ну то есть я их не вижу практически то есть есть компании которые которые упадут они может даже работают и том числе и для российской федерации да и серьезные люди которые там айтишник какие-то условные до условно айтишные компании вот а так-то люди разъехались и это даже видно по рынку недвижимости он очень сильно просел вот аренда недвижимости вот у нас был дома открыт у нас и в горный клуб у нас есть альпинистские глупо 1 горной подготовки ребята приходили релаканты на заседании да много куда приходи глаз я говорю что мы открытый для всех вот есть какая-то часть злопыхателей безусловно которых мы видим они там собираются в определенных местах и злопыхают и злопыхают и злопыхают да это видно и по соцсетям и по тому кого они значит привлечают в качестве вот этих гостей там условный условный макаревич и и по и по и прочее да и прочее значит геннисы александра не знаю на агент ли да это очень на самом-то деле интересно получается что русский дом он не только про то как показывать людям россию не только про то как продвигать интересы россии в гуманитар сфере но теперь это еще и да вот историческая да вот некоторую функцию несет то есть по вашим да вот по записям по твоим как говорится впечатлением во многом будет создаваться вот эта история российского общества здесь и за границей да возможно какие-то сравнение двадцатых годов двадцатого века и двадцатых годов двадцать первого века как мне кажется да действительно не в пользу нынешних но уж то есть но это очень важная историческая миссия и опять-таки она за нее денег не платит но это будет очень нужно а так желаю русскому дому в ереване ну прежде всего все тепло моего сердца с вами потому что бывало вас надеюсь бывать у вас вы вы прекрасны вы несете действительно очень важную миссию и пусть русский дом вот в этом таком же изменяющимся да вот мире в таком же изменяющийся контексте как вот мы с тобой постоянно ты и вы перепрыгиваем не можем как-то удержаться вот пусть в этом изменяющийся контексте русский дом останется островком здравомыслия островком стабильности и островком вот того самого русского мира который сейчас и несет особенно на постсоветском пространстве тот самый здравый смысл спасибо дай бог дай бог дай бог это был вадим фифилов русский дом в армении я юрий васильев лица русского дома до свидания